Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня хочу представить вам, по моему мнению, интересную модель. Модель под названием Lenovo A760. О самой модели расскажу чуточку позже, а по стандарту посмотрим, в какой коробке, в какой комплектации поставляется данная модель. Вот оригинальная коробка, стандартная. В принципе, в комплекте нет ничего особенного. Здесь стандартная зарядка, переходничок, USB кабель для подключения к компьютеру и гарнитура, не вакуумная. Всё, в принципе, больше ничего нет, и можно переходить непосредственно к нашему смартфону. Значит, чем интересен данный смартфон для меня? Во-первых, это модель, которая поставляется на процессоре Qualcomm, а не Mediatek. Было очень интересно посмотреть, на что же способен этот производитель процессоров, что он может предложить конечному потребителю. Ну и, в общем-то, давайте разбираться. Во-первых, модель является бюджетной, довольно-таки стильный аппарат за свои деньги. 1200 гривен стоит, около того, стоит данная модель в нашем магазине. Корпус сделан из прикольной такой задней крышки, прорезиненной. Она матовая такая, не скользит. Очень удобно держится в руке, абсолютно, то есть, интересная. Здесь оригинальный логотип Lenovo. Здесь задняя камера без вспышки на 5 мегапикселей с интерполяцией. С верхнего бока у нас идёт, так чтобы вам лучше было видно, кнопка включения и выключения, разъём под наушники. Здесь у нас есть качелька громкости. С этого бока разъём под подключение компьютера и подключение к зарядке. И снизу у нас ничего нет, кроме входа для ногтя, чтобы открыть крышку. Значит, поставляется данная модель с аккумулятором на 2000 мАч. В принципе, это хороший аккумулятор. Две стандартных больших симки. Несмотря на то, что это Qualcomm, симки у нас работают в режиме GSM плюс WCDMA. То есть, CDMA-ного стандарта здесь нет. Переходим непосредственно к нашему смартфону. Дисплей у нас имеет размер 4,5 дюйма. Производителем заявлена у нас IPS-матрица, но об этом чуточку позже я вам продемонстрирую некоторые тесты. А пока посмотрим технические характеристики данного аппарата через программу Antutu. Как вы видите, модель набирает 11700471. И давайте рассмотрим его основные технические характеристики. Значит, мы видим, что у нас Qualcomm Snapdragon 8625Q. Разрешение экрана у нас 480 на 800. В принципе, по этому показателю можно сделать вывод, что процессор слабее нынешнего, даже обычного MTK 6589. Потому что тот процессор на разрешении HD-шном, то есть, который намного больше этого, он показывает порядка 14000. То есть, в принципе, данный процессор, данную производительность можно сравнить как MTK 6577 турбированный с частотой 1,2 ГГц. Идем дальше. Здесь у нас 5-мегапиксельная камера, как Antutu показывает. Здесь у нас оперативной памяти. Ну вот, показывает 757 в районе 800 МБ, то есть, почти гиг. Встроенная память здесь 4 ГБ, карточка памяти у меня стоит на 16 сейчас. Видим мы, что это 4-ядерный процессор с частотой 1,2 ГГц. То есть, ну, производительность вычислительная довольно-таки высока. Вот все графические версии. Видим, что у нас графический ускоритель это Adreno 203. И, в принципе, никогда не держал таких аппаратов в руках на таком процессоре. Я поэтому немножко почитал различную информацию о данной модели. И сделал вывод, что Adreno это довольно-таки слабый процессор. И MTK 6589 намного лучше со своим графическим ускорителем 544. SGX. Значит, что у нас еще здесь интересного в Antutu? В принципе, больше особо так интересного ничего нету. Я уже говорил, что 11471. В принципе, слабенький показатель, но для бюджетного китайца это достойно. Из датчиков, которые присутствуют в данной модели, у нас есть отлично работающий GPS. GPS действительно очень классный. Ловит спутники практически. То есть, я вот сейчас нахожусь в метре от окна. И увидите, что модель даже на таком расстоянии начинает уже ловить спутники. Когда модель подносишь, вот даже уже три спутника. Когда модель подносишь непосредственно к окну или вообще выходишь под открытое небо, то GPS срабатывает моментально. И никаких нареканий не называет. Я еще даже не знаю, вот даже сейчас видно, что у нас GPS работает. И не знаю, нужно ли снимать дополнительно ролик. Но я сниму обязательно. Значит, компаса в данной модели у нас нет. Есть акселерометр, есть датчик освещенности, датчик приближения стандартно. Гироскопов тому подобного нет. Также я тестировал данную модель через программку Antutu Tester. Во-первых, всего два касания у нас, Multi-Touch. В принципе, это нормально, этого достаточно. Я тестировал сам экран. Экран у нас заявлен как IPS-матрица. Ну, я скажу так, что, конечно, нынешние IPS-матрицы настоящие намного отличаются от этой. Все-таки бюджетная матрица есть, бюджетная. И это видно. То есть, когда под углами, то изображение преломляется. Ну и пару слов о аккумуляторе. 2000 аккумулятор у нас я тестировал. Тестировал и через программку Antutu Tester. И также тестировал его просто в игре. То есть, программка Antutu Tester у меня вообще показала очень слабый результат. Это 331 балл. В принципе, я с этим не согласен. Это у меня вызвало противоречия внутри себя. И я протестил данную модель через игру. То есть, я запустил тест Cetadel. Тут привычного всем отображения аккумулятора нет. Поэтому я засекал по времени. Вот в 17.31 я начал этот тест. Сделал скриншот. 100% аккумулятора. И в процессе игры я иногда выходил. Было у меня 17.31, 18.30, 19.30. Два часа прошло. Как видите, уже 16%. 19.50. У нас 10%. То есть, можно сделать вывод, что модель, в принципе, продержалась 2,5 часа примерно в игре. То есть, если говорить о МТК-процессорах, то, в принципе, они более экономичны, чем вот этот вот Qualcomm. Поэтому вот этот 2-тысячный аккумулятор, его хватает примерно в игре на 2,5-3 часа. Вот такой вот тест. Идем дальше. По поводу прошивки. Прошивка вообще, даже не по поводу прошивки. Модель сама, она не планировалась выпускаться в Европе. То есть, русского языка в ней изначально нет. На официальных там форумах Lenovo Forum.ru прошивок никаких нет. Мы просто просили эту прошивку, вот такую, какая она есть, у нашего производителя. Он нам ее дал. Мы прошились и получили Lenovo A760 вот с таким вот практически полным русским языком. Он, конечно, не везде полный, но, в принципе, все, что нужно, все для нас это есть. Прошивка у нас, сейчас посмотрим, какая версия. 4.0.4 вроде бы. Нет, 4.1.2. Вот вы видите. В принципе, тут есть множество интересных фишечек от Lenovo. В первую очередь, обращаю ваше внимание на стандартный софт по поводу аккумулятора. То есть, не знаю, Lenovo почему-то всегда стараются сделать так, чтобы их модели были экономичны в плане электроэнергопотребления. То есть, чтобы были максимально автономны. Поэтому тут есть множество самых разнообразных настроек. Здесь они вот все на английском, в принципе, у меня сейчас стоит только отображать вот этот вот угловой датчик процентного, ну, то есть, показа процентов. Ну, и стандартные тут различные настройки. Можно и полазить, можно выбирать там, которые он предлагает режимы. В принципе, это все интересно, но уже интересно держать этот телефон в руках и разбираться непосредственно. Все настройки здесь у нас идут на русском языке, поэтому тоже нет никаких нюансов. Запас яркости у данного экрана, в принципе, не особо велик, не особо отличается, но отличие, конечно же, есть. На солнце экран будет выкарать однозначно. Это не того уровня матрица, как сейчас выпускают в Full HD. Так, в принципе, я показал основные датчики, производительность. Проверим. Сейчас вот я вам покажу еще пару слов буквально о нашем экране. Мы посмотрим, как отображает данная модель картинки. Буквально парочку. То есть, картинки яркие, сочные, цветопередача, в принципе, нормальная. Ну, конечно же, проигрывает бюджетная модель. В принципе, вы знаете, да, может быть, это действительно IPS-матрица, но такого прошлого поколения это однозначно видно. Значит, видео. Видео воспроизводит данная модель, по крайней мере, я, вот у меня есть формат видео 720p. Воспроизводится без проблем, проигрывается без кодировки, без формата, без никакого, без ничего. Звук громкий, чистый, такой добротный звук. Если же дело доходит до Full HD, формата видео, например, вот есть у меня то, без установки каких-то особых специальных кодеков, мне ничего не получается. И видео ведет просто звук, а самого видео нет. Тут нужно смотреть, разбираться. Значит, идем дальше. Конечно же, этот смартфон я тестировал в современных играх, и давайте смотреть вместе, как он с ним справляется. Спасибо. 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 В принципе, с играми модель справляется хорошо. Уровень графики у нас выставляется довольно-таки средненький, то есть графика, как по мне, лучше, чем на моделях с MTK6577 турбированным. Не знаю, лично от себя могу сделать вывод, что графический ускоритель мощнее, в первую очередь, по воспроизведению графики, но, скорее всего, сам процессор, сама вычислительная мощность слабее, чем нынешний MTK6589 однозначно. Ну, и графический ускоритель тоже слабее, но сильнее, чем на был 531. Камера у нас 5-мегапиксельная, но это так очень-очень-очень грубо сказано, потому что, ну, не особо, как бы, делается видео. Давайте вот посмотрим, сделаю. В принципе, автофокус работает. В принципе, сфотографировалось оно нормально. Ну, я вот сделаю фотографии, сниму видео еще обязательно, покажу вам, что тут, как снимает. В принципе, тут есть вот такие вот стандартные какие-то настройки, настройки камеры, настройки всего-всего-всего. Сейчас у меня даже стоит еще... Ага, вот у меня стояло 3.5 мегапикселей, а сейчас я поставил 3.6 мегапикселей, а я сейчас поставил 5. В принципе, макросъемка хорошая. В общем, обязательно сниму видео, обязательно сниму фото, вылаживаем обязательно под видео, смотрите по ссылочкам, обращайте на это внимание. Установлено соединение со спутниками. В принципе, все. Можно подводить итог. В моих руках модель Lenovo A760. По корпусу у меня нареканий нет вообще никаких. Тут классный корпус. Спереди стекло, пленочка с завода идет. По удобству пользования классно все. То есть, ну, качелька громкости удобна вот здесь. Кнопка включения. Ну, сверху тоже нормально. На перегиб. Чуть-чуть моделька потрескивает, но это если я сильно давлю, а так отлично работает. Гонял его в играх, с играми справляется хорошо. Вот даже сейчас немножко он такой нагретый. В принципе, это нормально. И для процессоров MTK нормально, и для самого Qualcomm'а нормально. В принципе, отлично работает GPS в данной модели. Спутники ловят очень быстро, очень хорошо. Прошивка у нас, в нашем магазине, у Antilife.com.ua, русская. То есть, если что, то только у нас. Потому что сомневаюсь, что кто-то может еще достать русскоязычную прошивку на данную модель. Что еще могу сказать? Из минусов, из минусов. Ну, большее потребление Qualcomm'а аккумулятора, MTK работают дольше. Ну, и, собственно, основным плюсом является цена данной модели. А так, в принципе, очень интересный аппарат для любителей поездить с навигацией, для любителей поиграть в игры. Стильный, довольно тонкий. В принципе, все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, ставьте лайк, если вам нравятся мои обзоры. Будем для вас готовить все новые и новые, все интересные и интересные обзоры. Спасибо, всего доброго. Спасибо.